Как я обещал в самом начале, в последней части данной серии видео я скажу несколько слов о показателях эффективности стратегии двустволка. Если говорить о показателях эффективности торговых стратегий вообще, то как правило при оценке той или иной стратегии большинство трейдеров оперируют следующими параметрами. Что касается стратегии двустволка, то здесь необходимо отметить, что впервые тестирование данной стратегии на исторических данных было произведено в 2003 году. Предлагаю вашему вниманию результаты тестирования за период с декабря 2002 по июнь 2003 года. Вот как выглядит кривая капитала для стратегии двустволка при использовании консервативного метода управления капиталом. Исходные условия тестирования следующие. Начальный капитал 1000 долларов. Инвестиционные инструменты это три валютных пары евро доллар доллар японская иена и британский фунт доллар. По итогам тестирования максимальная доходность операции составила 142 процента. Максимальная просадка счета за период тестирования составила 9 процентов. Доля выигрышных сделок в серии составила примерно 65 процентов. При использовании агрессивного метода управления капиталом на той же самой выборке исторических данных максимальная доходность операции составила 208 процентов. Максимальная просадка счета за период тестирования составила 17 процентов. Собрав необходимые статистические данные об эффективности торговой стратегии можно также рассчитать математическое ожидание этой стратегии. Что означает данный показатель и что дает трейдеру эта информация. В своей книге «Трейдинг. Ваш путь к финансовой свободе» Ван Тарп, известный рыночный гуру и автор множества книг по трейдингу, говорит, что любой подход, использующийся на финансовых рынках для извлечения прибыли, должен иметь положительное математическое ожидание. Говоря простым языком, математическое ожидание – это количество денег, которое вы ожидаете заработать в долгосрочной перспективе на каждый доллар, которым вы рискуете в сделке. Вот как следует производить расчет математического ожидания стратегии. Прежде всего необходимо подготовить результаты серии из по крайней мере 30, а предпочтительно из более 100 сделок, которые были генерированы вашей стратегией в процессе трейдинга на реальном или демо-счете, а затем воспользоваться следующей формулой. Если с учетом проскальзывания и комиссии математическое ожидание стратегии окажется отрицательным, то в долгосрочной перспективе вы потеряете деньги, и поэтому использовать такую стратегию не стоит. Чем больше положительное математическое ожидание стратегии, тем больше ожидаемая прибыль в долгосрочной перспективе на каждый доллар, которым вы рискуете в сделке. И тем более прибыльной должна быть ваша стратегия. Давайте еще раз обратимся к игре в рулетку для того, чтобы как следует прояснить этот момент. К примеру, мы ставим 1 доллар на отдельное число. В случае срабатывания ставки наш выигрыш составит 35 долларов. Вероятность наступления такого события равна 1,37 или 2,7%. Во всех остальных случаях, с вероятностью 36,37 или 97,3% мы проиграем 1 доллар. Таким образом, искомое математическое ожидание игры в рулетку при ставке на одно число будет равно минус 27,00 или минус 2,7%. Что означает данный результат? Он говорит нам о том, что если мы изложенным выше способом сыграем достаточно большое число игр, то наш общий теоретический доход составит приблизительно минус 2,7% от всех вложенных в игру денег. Знак минус в полученном результате означает, что данная игра на длительном промежутке времени будет теоретически являться для нас убыточной. И дает математически обоснованный ответ на вопрос, почему казино имеет преимущество перед игроком, а также позволяет узнать точное процентное значение данного преимущества. Теперь вернемся к стратегии двустволка. Например, если торговать по правилам торговой стратегии двустволка, применяя консервативный метод управления капиталом, то есть не меняя размер торгового лота, то математическое ожидание составит 0,0127. Что означает эта величина? Это значит, что при открытии сделки по сигналу торговой стратегии двустволка трейдер в среднем будет зарабатывать 13% на вложенный капитал или около 13 центов на каждый вложенный доллар. Если говорить о показателях производительности торговых стратегий, то еще одной немаловажной величиной, которую необходимо вычислить, является стандартное отклонение полученных торговых результатов или, говоря другими словами, степень стабильности результатов. Чем больше стандартные отклонения, тем более волатильными и менее стабильными будут торговые результаты в будущем. И наоборот, чем меньше стандартные отклонения, тем менее волатильными и более стабильными будут результаты. При прочих равных следует выбирать стратегию с минимальным стандартным отклонением в терминах индивидуальных торговых результатов. Здесь я не буду приводить математические формулы для расчета стандартного отклонения, поскольку это займет достаточно много времени и не является целью данной видеопрезентации. Единственное, что хотелось бы отметить в этой связи, так это то, что из года в год стабильность показательной эффективности торговой стратегии двустволка снижается в период с начала июня по конец сентября. Я связываю такое поведение стратегии с падением ликвидности рынка в указанный период и, соответственно, не рекомендую использовать стратегию в это время. Довольно часто у трейдеров возникает желание улучшить, усовершенствовать, повысить надежность и производительность стратегии, которую они используют. К сожалению, здесь приходится констатировать, что идеальной стратегии, подходящей для всех трейдеров попросту не существует. Конечно, улучшать стратегию можно до бесконечности, однако не стоит забывать, что любое изменение стратегии неизбежно влечет за собой уменьшение возможностей для ее применения на рынке. Тем не менее, рискну предложить два варианта для тех, кто хочет поэкспериментировать в этом направлении. Первый вариант решения задачи состоит в том, чтобы увеличить процент прибыльных сделок в серии. Сделать это можно, если увеличить вероятность положительного исхода сделки. Но как увеличить вероятность положительного исхода сделки? Один из вариантов – одновременно использовать несколько различных торговых стратегий и открывать сделку при тублировании сигналов, генерируемых различными стратегиями. Кстати, такой подход представляет собой один из видов диверсификации, конечной целью которой является сглаживание кривой доходности. Таким образом, возможно, что в рамках одного единственного таймфрейма, как в нашем случае со стратегией двустволка, шансы на положительный исход сделки будут несколько меньше, однако при наличии подтверждения со стороны более крупных или старших таймфреймов, используемых в долгосрочной и среднесрочной стратегиях, шансы положительного исхода сделки значительно возрастают. Именно для этих целей рекомендуется использовать технический паспорт или профиль финансового инструмента и карту баланса сил, которые являются авторскими разработками, и преследуют цель повысить вероятность положительного исхода сделки. Что такое технический паспорт финансового инструмента и как читать карту баланса сил? Некоторую информацию по этому вопросу вы сможете найти на моем официальном сайте gmtpartner.ru, ну а в рамках данного видеокурса дам лишь некоторые пояснения. Для желающих использовать в своей работе индикатор настроений участников рынка могу предложить подписку на карту баланса сил по следующим сегментам глобального финансового рынка. Для оформления подписки необходимо подать заявку на моем сайте. Второй вариант решения задачи состоит в том, чтобы улучшить соотношение profit-loss для серии сделок, генерируемых торговой стратегией. Как обеспечить более выгодное соотношение profit-loss? В случае с долгосрочными и среднесрочными стратегиями проблема решается довольно просто. Основным критерием отбора сделок здесь должно стать наличие или отсутствие потенциальных целей, обеспечивающих более выгодное соотношение profit-loss, например, 3 к 1 и выше. С другой стороны, рынок может пойти к обозначенной цели, может задержаться перед началом движения на несколько часов или дней, а то и вовсе не сделать этого. Совсем другое дело в случае с краткосрочной стратегией двустволка. Здесь ставка делается на то, что финансовый инструмент будет вести себя как обычно. То есть его цена будет иметь некоторый размах колебаний внутри дня, сопоставимый со среднедневной волатильностью. Причем амплитуда ценовых колебаний не обязательно должна быть равна одной среднедневной волатильности. Для извлечения прибыли по правилам стратегии достаточно и двух третей и даже половины от этой величины. Согласитесь, вероятность наступления такого события очень высока. Улучшение стратегии за счет более выгодного соотношения profit-loss предлагает полная версия торговой стратегии двустволка, где в рамках портфеля, состоящего из трех торговых стратегий с помощью грамотного управления капиталом, а также алгоритма хеджирования открытой позиции, можно добиться соотношения profit-loss близкого или равного 1 к 1. В завершении данного видеокурса необходимо упомянуть один важный момент. Если вы решите торговать по правилам стратегии двустволка, то мой вам совет. Прежде чем начинать торговлю на реальном счете, попробуйте поторговать некоторое время на учебном. Выберите три финансовых инструмента и проведите на них хотя бы 30 сделок в течение одного месяца. Убедитесь в том, что вы правильно понимаете и с легкостью выполняете все правила стратегии. После этого вы поймете, подходит ли вам такая торговая стратегия или нет. На этом позвольте завершить серию видео о торговой стратегии двустволка. Надеюсь для вас это было интересно и познавательно. А также благодарю вас за внимание и желаю успехов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...